Доля импорта по различным отраслям промышленности в России неуклонно снижается, отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на заседании Совета ПФО в Саратове. О потенциале регионов округа, в том числе Чувашии, смотрите далее. Об импортозамещении наглядно в Поволжском институте управления имени Столыпина в центре Саратова развернулась выставка, где реальный сектор экономики ПФО показал, какие замещающие технологии успешно развиваются в регионах округа. Татарстан, Удмуртия, Кировская, Оренбургская, Нижегородская области. 25 стендов с самой разнообразной продукцией, призванной заменить зарубежные аналоги. Чувашию представляла ЭКРА с терминалом противоаварийной автоматики. Предприятия занимают лидирующие позиции на рынке электротехники. В этом сегменте подчеркнули Михаил Бабич и Денис Мантуров. Поэтому особенно важно поддерживать такие успешные компании. Тема, она очень интересная, актуальная. Наши предприятия тоже выставились с одной единственной целью, чтобы все те вопросы, которые волнуют, прежде всего, производители, по сдерживающим факторам, по продвижению продукции, были сняты в ближайший период, так скажем. Потому что это очень важно. Будут для них созданы еще наиболее благоприятные условия. Конечно, они все производители России будут продавать на экспорт, а за пределами российских еда. Руководители регионов округа активно используют близость территорий, чтобы выстроить деловые отношения. У нас есть соглашение на уровне муниципалитета о взаимодействии Чебоксара и города Пензы. Мы знаем, что вы хорошо развиваетесь по сельскому хозяйству, что вы сегодня уже на экспорт отправляете свою продукцию. Это тоже радует. И у вас высокая степень благоустройства Чебоксар. У вас есть чему поучиться в плане благоустройства, в плане работы по импортам, замещению. В Чувашии активно реализуются программы по жилищной сфере. Затем, как мы говорим, есть солнечная энергетика, производство солнечных батарей. Помню, что это было одно из инновационных таких находок для Чувашии. Сегодня этот проект запущен, работает. И в этом отношении мы тоже работаем из Чувашии. Ну и сельское хозяйство, хотя незабываемая строительная отрасль, тоже активно работаем. Если говорить об этих делах, об экономическом росте наших братьев из Чувашии, мы во многом вместе преодолеваем сложности сегодняшнего периода. Мы очень со многими дружим, активно развиваем бизнес, в сельскохозяйственном секторе экономики, по промышленности. Думаю, что пример работы специалистов сельскохозяйства, он может быть во многом примером для нас. В округе 155 предприятий, 102 уже получают различные виды поддержки. В целом предприятиям ПФО только в прошлом году из бюджета выделено порядка 28 миллиардов рублей. Почти 50% от всех объемов средств, направленных на развитие промышленности. В округе в целом функционирует 27 индустриальных парков, 7 технопарков в сфере высоких технологий, в трех регионах созданы технопарки регионального уровня. Для того, чтобы было проще, легче и больше была мотивация по созданию этой промышленной инфраструктуры, есть отдельные субсидии, которые предоставляются регионам. Это и компенсация затрат на создание инфраструктуры через федеральные налоги, которые получаются Российской Федерации от субъектов индустриальных зон. Мы в этом году начали реализовывать впервые этот инструмент. Рассчитываем на то, что он будет востребован в регионах. Республика и области округа развивают и свои программы помощи предприятиям. Каждый инвестиционный проект находится под неслабым вниманием органов власти. Так, в Чувашии в стадии реализации сейчас находятся 160 проектов на 240 миллиардов рублей. По оценке Минэкономразвития Чувашии, индекс промпроизводства в 2016 году составит 109%. Отдельную поддержку получает аграрный сектор. В Чувашии выдано 3 миллиарда рублей на реализацию проектов АПК. Строятся картофель-хранилища, фермы и птицеводческие комплексы. Сегодня совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства сформирован перечень 34 субъектов малого бизнеса, которые по программе импортозамещения готовы стать поставщиками для крупнейших заказчиков российских компаний. Мы сегодня еще раз услышали от регионов те подходы, где нужно оказать помощь, какие узкие места сегодня необходимо расшить из точки зрения нормативно-правовой базы и увеличение объемов мер государственной поддержки форм и механизмов уже достаточно. Сейчас вопрос только о том, куда направить эти средства, чтобы получить максимальный синергетический эффект. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.